С вами Малик и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. У нас с вами очередной урок и тема урока Аль-Маудуа уль-Ля-Черун, то есть 20-я тема, тема 20, Харфу Ва, это буква Ва и слова, которые в своем составе имеют эту букву. Аль-Кили-Мя-Туль-Дяди, да, мы возьмем и предложение и так далее. Не забывайте подписываться, делиться со своими родными, близкими, знакомыми. И если кто-то смотрит этот урок или серию уроков впервые, то возвращаться к началу, к первому уроку, пересмотреть и не пропустить ничего, что было до этого. Итак, Аль-Кили-Мя-Туль-Дяди, да, новые слова. Здесь Ва-Грун, это спина. Ях-Фа-Лу, это сохранять или учить на память, да, сохранять как бы в сердце. Мах-Фу-Лу, опять же, или сохраненный, или выученный, смотря вот контекстом. Здесь мы знакомимся с этой буквой. Если будем говорить о написании буквы Ва, то то же самое, что я вам более подробно объясняла на прошлом уроке с буквой Па, то же самое, только у нас имеется одна точка сверху, и в этом есть отличие на письме. Ну, произношение, конечно, отличие намного больше, и вы это услышите. Первое слово у нас Ва-Гри. Ва-Гр, это спина, да, или здесь, это как бы имеется в виду как обложка, но дословно, да, это спина, как бы, вот то, что оборот, да, тетради. Предложение УКТУБ АЛЯ ВАГРИДДАВТАР, да, то есть напиши на обороте тетради, ВАГРИДДАВТАР, то есть на вот этой обложке тетради. УКТУБ, это глагол повелительного наклонения от глагола КЭТАБА ПИСАТЬ, да, глагол КЭТАБА ПИСАТЬ у нас уже был. У нас глагол бывает в прошедшем времени, про что мы говорили ранее, как строится в единственном числе, бывает в настоящем времени, опять же, про это мы говорили и сегодня еще в одном из примерек это вспомним, и глаголы повелительного наклонения, да, как вот в этом примере. УКТУБ, более подробно мы про них будем говорить позже, пока мы, как пример, просто берите, чтобы познакомиться, изучить, и было на слуху это. Напиши, да, ну, на обороте тетради. УКТУБ, АЛЯ ВАГРИД ДАВТАР. Следующая, это буква ВА в серединке уже здесь встретится. НАВЛЫЙ ФУН, НАВЛЫЙ ФУН, ЧИСТЫЙ. АЛЬ МАТЛАМУ, НАВЛЫЙ ФУН. Ресторан, НАВЛЫЙ ФУН, ЧИСТЫЙ. РЕСТОРАН, ЧИСТЫЙ. Здесь НАВЛЫЙ ФУН в мужском роде. Почему? Потому что АЛЬМАТАМУ, это тоже в мужском роде слово. Поэтому конкретный ресторан с артиклем, да, про который говорят АЛЬМАТАМУ, НАВЛЫЙ ФУН, является каким? ЧИСТЫМ. Следующее предложение или начальное слово, это ЯХВАГУ. Это глагол, в данном случае он стоит в спряжении в настоящем времени, то есть он изучает, учит на память, как мы видим на картинке, здесь имеется в виду именно учить на память. ЯХВАГУ, то есть он учит на память, так как впереди стоит Я, помним в спряжении глагола, что это относится к местонению ГУА, то есть он. Здесь буква ВА уже стоит в конце слова. ЯХВАГУ, то есть учит урок, да, или студент учит на память урок. ЯХВАГУ, то есть учит на память урок. Здесь у нас АТДАР состоит в винительном падеже, потому что это прямое дополнение. Глагол стоит в форме ЯХВАГУ, потому что относится к ФАИЛЮ, то есть подлежащему в этом глагольном предложении АТАЛИ, в мужском роде. Следующее слово МАХВУЛУН, 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 то есть сохраненный, да, или хранимый, как бы хранится, может быть, в данном случае сохраняется. Но это не глагол здесь, но вот в смысле описания, да, МАХВУЛУН, то есть сохраненный, как бы. АССУККАРУ МАХВУЛУН ФИЛЬУЛБАТИ, то есть дословно САХАР, сохраненный в коробке, то есть хранится в коробке, мы скажем, да, САХАР хранится в коробке. АССУККАРУ МАХВУЛУН ФИЛЬУЛБАТИ, АЛЬУЛБА, это какая-то упаковка или коробка. Далее мы видим упражнения, в которых вы опять видите написание буквы ЛОА в разных местах, да, в начале, в середине, в конце, когда соединяется с предыдущей или нет. Далее упражнения, где вы должны прочитать или, вернее, и прописать данные слова, конечно, обращайте внимание как на то, как пишется, так и на произношение, потому что буква ВА, ЕО, соответствие в русском языке отсутствует. НАВЫФУН, чистый, да, или НАВЫФ, чистый. ВАРИФ, НАВАРО, НАВАРО, это глагол, посмотреть, как бы, да, глянуть на что-то, посмотреть. ВАРИФ, ВАЛИМ, вторая строчка. МАЗЛУМ, НАЗИЛ, МАНЗУР, МУЛАХИЗ, ЛИМУЛАХИЗА, МАЛХУЛ, МАНЗАР, ЖАМИЛ, ЗОЛАМ, ШАДИД, ЖИЛБАБ, НАЗИФ, РАЖЛУН, МАЗЛУМ, НАЗАРА, БАДР, ЗОФИР, БАКР, ШАРИБА, ВАЛХУЛ, КАДИМА, МУЛАХИЗ, Читайте эти слова, словосочетания иногда. Обращайте внимание на написание произношения. Следующая часть — это МУКАБИЛЯТУН САУФИЯТУН, БАЙНА, ЗАЛ, ВАЛ, ВАЛ. У нас две похожие буквы, это ЗАЛ и ВАЛ, но буква ВО, она твердая, ЗАЛ мягкая. Места выхода у них, в принципе, практически одинаковые. Первое упражнение на произношение следует произносить эти предложения, повторяя за мной, иншалла. Отрабатывайте артикуляцию. ЗАЛЛА, ВАЛЛА ЗАЛИЛУН, ВАЛИЛУН НАЗАРА, НАЗАРА НАЗИРУН, НАЗИРУН МЕНЗУРУН, МЕНЗУРУН МАХЗУРУН, МАХЗУРУН МАХЗУРУН ХАЛИЛ, ХАЛИЛ, МАХЗУРУН МАХЗУРУФ, МАХЗУРУФ Следующее упражнение, вы находите слово и ставите его номер, которыми есть буква ВАЛ. Как в первом, например, три слова и второе слово имеет букву ВАЛ, пишется номер два. И так же проделывайте со всеми словами в этом упражнении. Следующее упражнение, ЗАЛЬ и ВАЛ, в каждом слове, рядом пишите, какая буква из этих двух присутствует. Или АЛЬХАРФУ ЗАЛЬ пишите, или АЛЬХАРФУ ВАЛ. Обязательно прописывайте, потому что оно может быть очевидно, легко, понятно, легкое. Но если для вас, ну, еще вы не изучаете арабский довольно давно, я рекомендую все-таки все выполнять. Хуже не будет, да, иншалла. Для того, чтобы навык письма был легкий, да, на легком, если отработали, потом вам будет легче дальше. Далее упражнение, следующее, последнее упражнение, ТЕККУРАЛ АКТОБ, прочитай и пропиши. ДЭБЭ, ВАЛИЛЬ, ВАРИФ, ЗАНЕБ, НАВАРА, ВАЛЕМУН, МЭДЭ, ЗУБЭБЭ, ВАРФ. Значит, смотрите, что здесь тоже чередуются, да, то слова с буквой ДЭЛЬ, то ВАЛ разные, хотя они похожи. В своей артикуляции, в произношении, ну, и отличаются, в том, как бы, одновременно. На этом наш урок подошел к концу. Благодарю вас за то, что были со мной, изучайте арабский язык. Как вы видите, мы уже, как бы, движемся к завершению данного учебника, то есть уже больше половины мы прошли. И, иншаллах, если вы все выполняете и рассматриваете данные уроки, изучаете, то в скором времени вы пройдете вот этот самый такой базовый уровень. И сможем перейти к следующему, более сложному уровню. Баракаллаху фейкум. С вами была Умалик. Не забывайте подписываться, делиться и комментировать, задавать вопросы под видео. Ассаляму алейкум. Урахматуллахи. Ассаляму алейкум. Баракаллах.